всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня снимаю видео о наборе кистей дешевых кистей кисти для глаз 12 штук и стоил мне 3 доллара и хотела рассказать свое впечатление покупала на ebay но также на алиэкспресс продается и можно даже найти за два с лишним в общем надо поискать и кисти все синтетические начну пожалуй самый большой немного расскажу просто про каждую кисточку и в целом свое мнение такая самая большая кисточка мне очень нравится подобного плана кисти именно большие я люблю наносить цвет на косточку именно как называется у американцев transition color переходный оттенок который не самый светлый не самый темный в общем очень удобно сразу нанести отлично растушевывает я вообще люблю синтетические кисти намного больше чем натуральные лично для меня они справляются лучше со своей задачей вообще у меня полно кистей полно видео на канале о разных кистях которые я заказывала в основном это все дешевые кисти либо какие-то реплики и т.д. и т.п. я в принципе довольна на сто процентов своими кистями дешевыми и так далее но захотелось именно что-то светлое вот такое мне надоели обычные черные серебряными ручками и также у меня еще многие кисти фиолетовом оттенке в общем много поднадоели я решила заказать себе таком бежевом оттенке и розовое золото здесь идет вот эта штучка в принципе кисти довольно отлично все держатся даже если у вас отклеится можно приклеить к слову сказать что у меня есть коллекции очень дорогие кисти которых вот это вот основание отклеивалось так что здесь не будем судить строго эти кисти потому что 12 кистей стоят всего лишь 3 доллара итак такая кисточка дальше в наборе присутствуют кисти растушевочные так я их назову скажем сплющенные или как назвать в общем вот здесь вот они зауженные одна побольше другая поменьше так в принципе они одинаковые они немного грязные у меня я ежедневно ими пользуюсь чтобы в общем потому что хотела рассказать свое истинное мнение как бы не первое впечатление и также две кисточки круглые эти кисточки скорее как кисти бочонки но отлично справляются со своей задачей вообще мне ближе по душе кисти именно сплющены не знаю я просто привыкла на самом деле к таким кистям наносить цвет в складку века отлично растушевывает они очень мягкие не колется конечно они не супер плотно набранные ну такие они флаффи скажем такие ну такие должны быть я имею ввиду что я бы конечно хотела чтобы немножко побольше был размер потому что если сравнивать самой большой кистью это все-таки как-то намного меньше вот не хватает чего-то среднего на картинке конечно выглядели они немного по-другому в общем то а так то по сути все кисти вот эти вот три скажем примерно одинаковые эти так вообще примерно одинаковые по размеру но это чуть меньше это может для углубления складки я пользуюсь вот этими двумя отлично если они например грязные могу воспользоваться и этими также удобно вот этой скажем более плоской кистью она как бы одновременно и плоская и пушистая я такие кисти лично очень люблю для растушевки каких-то мелких деталей для добавления цвета во внешний уголок глаза и также сразу для его растушевки очень удобно растушевать нижняя века так как размер позволяет в общем то такие растушевочные кисточки были в этом наборчике дальше две вот таких кисти одна повыше скажем другая поменьше и это ну мне кажется что она немножко шире хотя так то в принципе одинаковые но вот эта кисточка мне понравилась для для нанесения основного цвета на века хоть она и довольно плоская я конечно предпочитаю кисточки вот такие более толстые скажем потому что они больше продукта набирают то есть с такой кистью вам не придется ну больше раз как бы макать кисть в тени чтобы получить нужную интенсивность но меня это не напрягает нормально справляется со своей задачей неплохая в общем то кисть ничего из нее не выпадает мне кажется такую кисть сложно сделать плохое мне кажется они все такие похожие вот такая кисточка дальше вот такими кистями я в основном наношу какие-то подложки жидкие тени жидкие продукты на века моем случае я наношу кремовые тени данной кисточкой потому что у меня ногти не всегда удобно пальцем в общем то но я думаю она отлично исправится и с нанесением теней вот такая вот кисточка далее еще также вот такая кисточка это уже более высокая более тонкая немного другой ворс ей я прорабатываю нижнюю линию роста ресниц отлично туда наносит тени отлично их растушевывает и вообще хорошая детальная кисточка для добавления каких-либо акцентов возможно даже на центр века и куда вам хочется такая вот кисточка отлично набрана такая довольно таки упругая неплохая далее три кисти вот такие вот ну одна кисть вот эта предполагалась я думаю для подводки но для подводки она великовата и например для внутреннего уголка глаза она маловато то есть эта кисточка скажем не совсем такая нужная но все-таки я нашла применение тоже какие-то акценты можно наносить можно какой-то глиттер наносить точечно например на нижнюю линию роста ресниц опять-таки вот вчера я наносила кремовые тени очень в принципе мне понравилось то есть пригодилось две вот такие кисточки они вообще практически одинаковые чуть-чуть одна покороче другая подлиннее такие кисти я люблю меня их в принципе много люблю я их для внутреннего уголка глаза я все время наношу туда светлые тени какой бы макияж я не делала поэтому эти кисти у меня все время на ходу иногда наношу еще подложку перед этим то есть какие-то кремовые тени и в общем они у меня взаимозаменяемые такие если одна там грязная пользуюсь другой или одной наношу кремовый другой пудровые продукты такие в ходу в общем у меня кисти эти также можно тоже для каких-то мелких деталей если вам это требуется использовать данные кисточки и последняя кисточка ну в моем понимании скорее для бровей чем для подводки хотя я думаю для подводки ее тоже вполне можно использовать мне эта кисточка понравилась хотя для бровей редко какие кисточки мне нравятся из дешевых в принципе хотя у меня есть любимчики мои бюджетные но вот эта кисточка еще раз повторюсь мне понравилось во первых мне нравится что она скошена это удобно она аккуратная нигде ничего из нее не торчит она не бахромится скажем так что очень важно для работы с бровями пытаюсь показать вам в общем она средней такой упругости но довольно упругая как бы на не вот видите нажимая она держит свою форму в общем отличная кисточка отличного размера для бровей просто то что надо вот такой вот наборчик был 12 кистей надеюсь вам было интересно мое видео кому-то может быть полезно или кто-то присматривался к этим кистям и не знал что и как я вот надеюсь что мой рассказ вам помог и спасибо всем за просмотр ну кстати говоря ссылочки могу оставить но на самом деле я думаю просто можно набрать в поисковике там набор кистей для глаз ну по-английски соответственно и все вам найдется они довольно популярные ручка кстати ну такая дешевенькая на ощупь точно скажем не дерево какой-то то ли бамбук то ли какой-то пластик может быть они очень легкие такие и в принципе на туалетном столике смотрится довольно неплохо за счет того что они имеют светлый оттенок мне нравится в общем то ну и наверное буду заканчивать на этом спасибо всем за просмотр и до новых встреч пока 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 пока